Всем привет! Вы видите и слышите Алексея Халецкого, это значит, что вы на канале Лёша Играет, и я продолжаю на уровне сложности Божество, Загалов проходить Сидмерс Цивилизейшн 6. Если вы случайно наткнулись на это видео, то лучше перейти к первой серии, ведь там находится и сейв первого хода этой игры, чтобы вы могли параллельно со мной сыграть. Условия, что мы должны первым десяти цивилизациям объявить войну и никогда с ними не мириться, уже мы встретили 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, еще одну можно встретить, объявить войну, со всеми остальными можно будет хотя бы как-то коммуницировать. Ну и, в общем-то, пробуйте, пробуйте. Спонсоры канала все серии видят сразу, так что они уже, наверное, там вовсю проходят. Так, что у нас тут творится? У нас захватили одного шпиона. А, нет, это я грека, у нас одного убили. Так, тут у нас Рейна села, тут у нас Пингала приехал, и в Дивадур Мокша тоже можно расти вовсю, и Магнус Вадуатуку. Отлично. Прокращаем, когда Магнуса, чтобы у нас работали. Так, раз, два, три, четыре, да, дотягивается. Ну, у Магнуса крутая вот эта кооперация, показатели производства в городе повышаются от всех зданий с региональными бонусами в промышленных зонах. А плюс у нас еще тут будет, я надеюсь, что мы сможем построить... Блин, вот варвар гадкий. Надеюсь, что мы сможем построить... Так, давайте я не буду пока строить аквакультуру, надо отремонтировать рыбы. Да, в общем, 21 ход, мы точно в золотой век выйдем. Открыл я... Что я сейчас открыл вообще? Баллистику, что ли? Так, тут найдены источники, давайте деньги тырить. Все губернаторы прибыли. Блин, а что ж я открыл-то сейчас? Ну, я бы в электричество вышел, у нас довольно много, что может затопить. Я бы пошел даже... Или все-таки в химию побыстрее. Два банка, два пригорода. Трех мушкетеров вообще не могу сделать, к сожалению. Так, библиотека, универ, библиотека, универ. Ммм, кстати, могу район построить. Ну, нельзя, строить тут военный лагерь как-то жалко. В принципе, конечно, центр коммерции было бы, но, опять же, негде. У города слишком мало клеток. Так что я бы, наверное... Давайте шпиона здесь вместо убитого. Так, этот рабочий. Аквакультура. Ну, давайте этого на аквакультуру. Этот, не знаю, пускай тут пока тусит или сюда переведу. Вон там сахар есть обработать. У нас вот еще... Я вот этим пойду сахар обрабатывать. Так, этот посел сюда плывет. Тут у нас каперы разбираются с фрегатом. Где нам тут поставить? Так, а драгоценности у нас... А вот эти алмазы вообще у нас есть где-то? Мне кажется, надо так ставить, чтобы алмазы... Захватить. Да, только в Магодише. Значит, тут надо, чтобы и пустынька была. Может, кстати, где сам лагерь стоит? Блин, или все-таки ниже делать? Равнина, равнина. Тут все-таки... Тут надо, знаете, как-то так поставить, чтобы и была пустыня, например, для священного места. Потому что все еще соседство от пустыни есть. Но при этом и нормально. Может, мне прямо на алмазы ставить? Хм. Тут уже внизу тундра, понимаете? Кстати, наверное, прямо на алмазы прикольно будет. Попробую на алмазы, ладно. Так, тут мы кофе обработали. Наверное, давайте овцу и бананы. Нет ли мне смысл туда вообще лезть капером и трогать, например, эти арбалеты? Хай с ним Вавилон разбирается, я думаю. Так, у нас есть рабочий лишний. Буду его тоже как скаута использовать. Я вообще поражен, что почему-то броненосец не трогает это. Ну, вообще, капер типа невидимый. Но когда ты им что-либо делаешь, то же самое касается подводных лодок, то он становится видимым. Поэтому броненосец, тем более, еще броненосец прямо рядом с ним стоял. Не знаю, почему Австралия пожалела капер и не убивала его. Так, 115 науки. Ну, ладно, я на эти отцы еще по количеству технологий 46, всего 7 с другой стороны. Так, могу армии делать. Если они не имеют реального армия, они будут инвентировать. Скидка в стоимости. Ну, больше мне нечего апать пока. Так, я бы еще здесь дамбу поставил. Даже выкуплю клетку. Но, кстати, по-моему, электростанцию я только одну смогу сделать. Если я ничего не путаю. Ну, наверное, угольную тоже будет поставить. Но, опять же, после... После руручки. Все, он меня начал преследовать. Этот броненосец. Он, типа, такой... Броненосец-запугиватель. Что, захватит рабочего? Интересно. Но, вообще, если он приедет к городам... 62 со стенами, это больно. Я вам хочу сказать. Он может так нормально урон наносить. О, еще у нас... Кампус. Так, тут надо отложить. Два банка я бы построил. Наверное, надо содержание юнитов... Поставить. Ремонтируем. Так, слушайте, куда-то... Варварский корабль отплыл, мне кажется. Или убился от меня просто. Вот он, да, еб. Ну, тут его либо я, либо Афри... Эфиопия убьет. Ладно. Сначала ап сделаю, потому что, видите... Плюс 50 золота от рейдов побережья. То есть, я когда заберу здесь руинку и этот лагерь, еще 50 золота смогу этим кораблем получить. Да, в таком режиме, конечно, каперы очень хорошее подспорье. Мы много резов можем... Так, вообще-то все залученное нафиг надо убрать уже сам, пускай. Город решаешь ему обрабатывать. Так, есть мобилизация, пошли в идеологии. Да, радио мне далеко, кстати, далеко. Да, у меня какие-то социальные политики быстрее идут, чем наука. Уже в Австралии еще и культуры, кстати, немерено. Что-то слишком круто все у Австралии. Захватили все-таки рабочего вон. Так, кого перекупили? Гонконг. Вот, все... Блин, я не знаю, что с Вавилоном, почему у него на Гонконг такая фиксация. Индустриальное сердце Германии практически остановило бить. Есть рурочка. Уйм, его два токи производства сейчас должно быть. 120, 116. Кайф. Это очень круто. Ну, давайте отправлю. Напоминаю, когда ГГшка объявляет войну, то у нас караваны никуда не деваются. Я смогу просто заново отправить. Так, за Гонконг у меня война? Да, да, война. Блин, может забрать все-таки. Мне что-то жалко туда столько денег вбухивать. Так, давайте купим пушку. Так, а что у нас после... После мушкетеров у нас линейная пехота, да? Тоже селитра. А после линейной пехоты пехотинцы. Для этого нам нужна нефть. Ну, пока без нефти. Убили. Ну, слушайте, я бы, наверное, капер, конечно, здесь подержал. Просто контролировать, если что, Эфиопа. О! Торрес Дель Пайна. Ну, блин, я уже и так на золотой век набрал, честно говоря, очков. Так, я бы вот этого капера, наверное, отправил грабить тут Вавилон. Да, 25 монет дали. Ну, то есть не 50, а 25 из-за скорости. Ой, могут убить капер. Не, пожалуй, отплыву, пока не буду грабить этот... И, наверное, сюда засвечивать территорию. Но я так понимаю, что этот лагерь больше генерирует морских юнитов. Там вряд ли будут наземные. Ладно, слушайте, раз мы уже в золотом веке, может, тогда не будем? Последних тут 9 ходов. Давайте просто вот пооткрываем так территорию. Океаны. А еще... Другие цивилизации находить не хочется пока. То есть на следующую эпоху оставим там кругосветку. Блин, а зачем... Зачем Малис столько фартов настроил? Так, вот двигатель открыли. Канализация. Ладно, давайте... Канализацию открывать. Так, как я и сказал, давайте, наверное, не будем туда далеко плыть. Так, кумби-сале. Под кумби-сале не будем подходить. Так, я хочу все-таки захватить Гонконг. Мне надоело в него столько послов вбрасывать. Блин, мне надо как-то вот эти стены доснимать, чтобы он не починил их. А почему вот там Эфиоп у меня захватил рабочего? Ну, собственно, как и с рабочим, когда Грек захватывал. И все, и держит его здесь. И Грек тоже захватил меня рабочего, чтобы к себе везти куда-то в центр моей страны повел. Что за странная хрень? Почему они так поступают вообще? Так, что-то происходит. Ой, ну там... Блин, все-таки убил капер. Долбанный фрегат. Ладно, тут надо убирать этот лагерь. Ну, я бы вот прямо на алмазы шел. Я не думаю, что досюда будет добивать лояльность. Эйфелеву башню узко строит. Так. Великий флотоводец дает плюс пять боевой мощи и одно перед всем морским юнитом. Нормально. А, нет, подожди, нет. Вот это. Военные юниты получают плюс шесть процентов к добыче от грабежа морских торговых путей. Вы знаете, неинтересно, откажусь. Подождем следующего. Озарение для компьютеров. И на один район больше. Кстати, для компьютеров, возможно, и надо... А, да. Потому что правление с восьми ячейками, мне кажется, мы позже примем. Хотя, слушайте... Десять, тринадцать. Одиннадцать. Канализацию надо отложить пока. Или взять аду. Ну, там, конечно, и поинтереснее могут быть инженеры. Ладно. Наверное, нет. Великий ученый. За каждый артефакт тоже мне не особо... Так, все универы построены. Театралочку... Через четыре хода смогу строить. Может, еще пока один капер? Или броненосец? Блин, я бы броненосец со стороны Австралии строил, честно говоря. Ладно, пока... Тогда и сельские гранты. Да блин, что, мне и этого захватят? Да вы прикалываетесь. Одного шпиона убили, одного захватили. Или кайф. Возвращаем рабочего. Он даже не ремонтирует ничего. Зря под эти выстрелы вот так вот сделаем. Так, и тут... Латника. Так, очередной шпион. Да, давайте в куска отправлять что-то... А, блин, наоборот, меня там... Там его и ловят. Вот, в Мали. Надо, кстати, больше городов в Мали открыть. Они же кучу денег дают. Мне тут не хватит... Разграбить театралку, чтобы не подставляться под выстрелы. Так, и здесь мне, по-моему, не должно хватить. Ладно, сюда встану. Так, мне и с этой стороны не стоит дальше плыть. То тут кругосветку случайно сделаю. Но еще шесть цивилизаций не встречу. Если, конечно, они живы, их никто не уничтожил. Ммм... Универ. Водяная мельница. Статуя свобода. Не, ну тут долго. Фабрика тут какая-то должна действовать, да. Соседство угольное маленькое. Ладно, давайте броненосца. Здесь. Какого мне тут, кстати, района тут не хватает? Гавани мне тут не хватает. То есть надо десять жителей, чтобы гавань построить. Блин, Вьетнам встретил. Ладно, это последняя цивилизация, которой мне надо объявить войну. Ну, кстати, тоже неплохо. Смотрите, 201, 115. Квапарк можно строить. Но археологов пока мы не можем. Принимать. И я бы тут пока не менял ничего. Так, Вьетнаму война. Еще пять цивилизаций не встречено, которым... А, явно я походу сейчас встречу, да. Там Вьетнам в Союзе был с Бразилией, но с Бразилией я могу помириться. То есть вот начиная с бразильца. Правда, жалко опять же, что мы его встретили. Это еще, видите, два лишних очка мы сейчас набрали. К сожалению. Новый источник исторического места. Ватикан создать танк. Представляю, сидят там попы. Аркадема такие, нам нужен танк. О, какие-то восемь очков великого полководца набилось. Так, надо его убивать. Несмотря на все, вот сюда поставим. Ну, минус два казака, нормально, по-моему. Очень даже неплохо. Так, два банка надо. А у нас центр коммерции только в Самарабриве еще, да? Все остальные гавани. Так, кстати, мы в Самарабриве... Может, купить просто банк? Почему у нас тут два банка к этим ведет? А давай... Блин, ну, с другой стороны, компьютеры надо бы открыть. 44 хода. Электричество. Ну, электричество точно, ладно. Давайте мы банк будем просто строить пока. Блин, он починил стены. Фак. Ну, а, короче, опять Гонконг, ладно. Так, конечно, прикол какой-то. Только я решил нападать. Ладно, не будем трогать. Так, и нам бы вообще еще одну армию. Тут три латника надо. Мгновенно строит маяк и верфь в этом районе. Ну, кстати, для нового города неплохо. С адой Лавлейс я не знаю, честно говоря. И хочется, но мне кажется, я могу компьютеры и так ускорить. А, давайте уже все используем. Так, вот эта рыба слишком далеко, поэтому ее можно просто собрать. То же самое касается этого краба. Не знаю, что типа написано, да, но это четвертый радиус. Соответственно, тирвана не может обрабатывать. Обрабатывать. Кавалерия какая-то. Это они за рабочим побежали, что ли, поплыли брасом? Ну, с удовольствием убью кавалерию тогда. Да, никого нету вроде. Город сможем поставить. Так вот, подплываем. Вот это все грабить. Аккуратненько. Аккуратненько. Следовательские гранты. Еще три хода, да? До возможности театралочку построить. Дивадур. Универ. Так, центр коммерции нет. Ну, можно, кстати, аквапарк. Тут сделать. Театралка на плюс один. Неинтересно. Тут развлекательность, другой стороны. Раз, два, три, четыре. Ну, он как бы работает. Не, наверное, аквапарк не особо. Священное место. Ну, можно священное поставить. Все-таки гурдвара есть. Или пригород. Давайте, нам два пригорода где-то надо. Вот, вратамагусе я точно пригород построю. За счет него можно расти. И жилья у нас тут дофига. Даже, блядь, я куда-то куплю просто. Не, ничего не меняем. Подожди, а что-то разблокировано-то. Это я открыл... Урбанизацию, да? Не, значит, вы жену... Или я... Естественную историю я открыл. Да, блин, опять Гонконг перекупил Вавилон. Я не понимаю, что такое с ним. И Кумаси? О, Кумаси, вот это плохо. А кто Кумаси перекупил? Кумаси мне просто кучу культур дает Петр. Но если Петр перекупает Кумаси, мне это хотя бы понятно. То, почему Вавилон Гонконг так нужен. О, там забрали все-таки Эйфеля. С удовольствием заберу. Так, а тут Горацию Нельсон. Ну, тоже возьму. Следующим ходом. Так, чудо мы какое-нибудь хотим строить вообще. У нас тут собор Василия Блаженного, Эрмитаж, собор Святой Софии, статуя Свободы. Три очка дипломатической победы. Ну, не могу я тут дипломатически побеждать. Во-первых, она отключена. А в тех, даже если была включена, то минус 9 это... Только у реки три очка великого художника. А, так, слушайте, во! Эрмитаж строим вот сюда, чтобы наконец-то театралка вот здесь была офигительная. Блин, тут он появился. Ну, как-то эти дороги странно проложены. А у меня из Наведуна и Дива Дура нету дорог. Вот оно чё. Так, ну кумасе мы перекупили. Так. Вообще, войсковую бригаду ускорили. Так, собираем крабов. Ну, тут давайте ещё, значит, латника. И армию. Так, ещё надо вот из этой пушечки армию сделать. Где пушечки? Опять грабить нечего. С Иерусалимом войны нет. Ладно, будем пока территорию открывать. Не хочу, я повторюсь, цивилизации все находить. Грабим. Береговой рейд, потому что это здоровье даёт. Но если он его будет обстреливать из города, тогда и полечимся об янтарь. Рабочий бежит в Галлию плывёт. Тут грабим дипломатическую. 76 культуры, кайф. Мы так СМИ довольно быстро откроем с такими грабежами. Так, куда фрегат делся? Мы же с тобой не закончили. Хм. Или мы его уб... О. Лишь бы убежать. Продолжим пока исследовательские гранты. Я могу тут на рост переключиться, да. Блин, ну, конечно, по количеству науки вход начинаю догонять. Посмотрите, как я отстаю по дереву технологий. Нет, СМОЛИ мы никогда не будем заключать мир. Напоминаю, я могу заключить мир только уже начиная с бразильца. И следующие еще, по-моему, 4 цивилизации я должен встретить. Могу, морские порты строите. Их надо будет построить и гидроэлектростанции. Ну и подводки можно, собственно... А, не, им нефть нужна, да. Так, берем Горацио Нельсона. Давайте, может, в Олезии уже... Все-таки гавань начну. 21 ход. Я бы тут, наверное, выкупил вот эту клетку кита. И вот эту. И вот сюда бы, например... А, я не смогу сюда гавань. Я могу гавань, чтобы она на плюс 2 была вот сюда, получается. Топ, что я не смогу, потому что нету с побережьем соседства. Ладно, ждем пока рабочего. Ладно, там еще флотоводцы перебрасывать. Короче, время есть. Тем более, тут еще следующую эпоху надо дождаться. Так, пушечку я хочу объединить. О, стоп. Тут у нас влез... Влез казак и захватил рабочего укумаси. Хватит ли нам сил его завалить? Если я сейчас объединю, то пушка, считай, походила. Но вот видите, могу убить. И давайте захватим этого рабочего. Отлично. Так, а тут тогда с пушкой вот так объединим. Пускай будет так. Тут лечимся. Построил кто-то собор Святой Софии. Опять какие-то очки получаю, которые мне уже не нужны. Стоим, лечимся. Блин, 141 сила. Вот отсутствие селитры, чисто отсутствие селитры мне не позволяет захватить ни русского, ни грека. Как у нас далеко вообще... Хочется в нефть сходить. С другой стороны, и в компьютеры надо. Валетту мы тут не нашли. Блин. 8 ячеек. Мне до... Мне до... Мне вообще до коммунизма еще долго. Блин, надо было, наверное, Аду Лавлейс брать, да? Наверное, надо было... Ускорение компьютеров. Хорошо. А сколько ходов вообще еще? 38. Может... Ну, вообще оно будет ускоряться на самом деле. Черт. Так, два района пригорода построить, два банка. Банк два хода осталось. До пригорода... Давайте тут Эрмитаж доделаем. Следующим ходом. Может, в Терване давайте пригород? Хотя, блин, тут ему... Вот где пригород второй строит. Да-да-да. Тогда нет. Тогда тут морской порт. Что-то пока не открываем. Ведь у нас по одному ходу. Тут мы все это ускорим. Давайте, наверное, тогда пока авиацию... Нет. Почему авиацию? Мне в нефть надо. При помощи рыцаря. Вот это я не сделаю явно. И селитровую шахту тоже не сделаю. Можно идти. Хотя вот с помощью рыцаря... С помощью рыцаря. А у меня вообще еще рыцари доступны. У меня, наверное, уже кидая кирасиры. Так что точно не сделаю. Надо в нефть идти, конечно. Но когда там ускорим, тогда пойдем и в этот... В химию. Так, перекидываю в Олезию. Еще вот тут, кстати, я могу уже... Поставить. Кстати, давайте, может, я выкуплю 120. И начну все-таки... Гавань тут стоит. Тут будет плюс 2 гавань. Не, ладно. Хочу рабочего. Ладно, блин. Так, значит, Гонконг мы не берем. Блин, мне так жалко, что я сюда 13 послов на самом деле послал. Уж лучше бы они вторуги были. А Гонконг бы я захватил. Опять мне нечем захватывать. Я... Проспал. Так, а вот надо ли мне янтарь обработать? В принципе, третий янтарь. А как у нас вообще по корпорациям и монополиям? Четыре янтаря. Ну, в принципе... Так, это три. Значит, еще четвертый будет. То есть, в принципе, я на янтаре смогу какое-нибудь производство сделать. Просто это четвертый радиус, опять же. Видите, он не обрабатывается городом. Так, а в Багакуме? Раз, два, три. Да, тут я все уже обработал. Ну что, Лян опять пересаживаем, наверное. Наверное, обработаю янтарь. То есть, я смогу корпорацию ставить на янтаре, получается. Так, куда дальше у нас Лян поедет? Наверное, в Навидун. Блин, тогда и Пингалу... Нет, давайте тогда сначала пока с Дивадором поменяюсь. Не хочется пока Пингалу из Навидуна убирать. Значит, Лян в Дивадур. Ну, Мокша, очевидно, в Багакум. Так, сразу несчастье появилось. Как пока на производстве... Блин, умирает город, тогда нет. Так, оставим. Ну, потому что у нас каждый губер дает счастье. Еще за счет... За счет здания правительственной площади. Блин, это, конечно... Армада линкоров, которые ко мне направляются... Ну ладно, следующим ходом уже два будет. Соответственно, я корпус смогу взять. Думаю, что отобьемся. Каперы не могу пока в подлодке апать, потому что нету нефти. Подлодки нефти требуют. Так, что мы тут будем грабить? Центр коммерции. Давайте, наверное, так встану. Мне, наверное, тут, ладно, буду стоять. А этим апером сюда. Ага, не я, не... Ну я бы тогда вот эту корпорацию, промышленное производство, грабанул. Потому что это чисто лечение, ферма. Так, давайте так. Следующим ходом. Блин, нафига я открываю, господи? Что со мной... О, кстати, а все, а это первая цивас, которую я мог... Не, даже еще бразилец. Так, ну вот с этими мы можем общаться. Германия, кстати, неплохо выглядит. Давайте сразу торговать. А, нет. Это слишком много. За деньги. Нормально. О, у него нефть есть. Я думаю, даже он нефть готов мне как-то 24 в ход. Не, ладно, наверное, только свою дождемся. Это что-то многовато. А вот так норм. Так, а когда мы там сможем с бразильцем... Да, дружба вряд ли будет. Я к этому смогу с бразильцем помириться. Шесть ходов, конечно, если он примет. Но сейчас у меня будут, скорее всего, плохие отношения с немцем. Что он начнет из-за огромного количества... Этого. Блин, зачем я его открыл? Просто я же говорил же, вот буквально говорю, говорю. Вижу, главное, границы. Нет, надо туда плыть. Ладно, давайте... Корею мы встретили. Нет, значит, тут еще надо скорее. Давайте мы туда не поплывем тогда. Тут поверху. Кстати, по идее, мне даже до немца могут караваны дотягиваться когда-нибудь. Особенно из-за лезии. Так, тут где-то должен быть... Вот он. Нет, не он. Где-то еще должен быть этот... Фрегат варварский. Вот он. Убил мне один капер. Так, и здесь я, наверное, не буду уже плыть. Хотя тут, подожди, тут Австралия. Австралия вообще кого-то еще встретила? На планах нет. Эти все уже встречены, так что тут, я думаю, мы никого не встретим. Так что давайте... О! Есть? Ой, блин, кажется, минус капер. А, хотя они его не должны видеть. Подождите, они не должны его видеть. Так что, может быть, и пронесет еще. Так, ну тут я продолжу исследовательские гранты. Блин, еще один заряд у... Так, Панамский канал, это пофигу. Есть Эрмитаж. Нынче усталости от войны, Бродвей, Христос Искупитель. Один случайный случайный суд эпохи Атома, рядом с театралочкой. Ну, тут, конечно, театралочку надо. Но мне еще... А, уже должно хватать жителей. Нет, 16 надо, да. Тут ждем появления театралки. Вот, в Терване я же мог уже театралку ставить. Давайте, после морского порта. Так, здесь лесопилочку. Здесь янтарь. Второй банк. Нет, долеварение пока только ускорили. Угольную шахту и броненосец. Так, этот ко мне не приплыл еще тут. Из этого делаем корпус. Первый в мире флот. Как это? Мы же видели... А, то есть это первый в мире флот. Но первая в мире армада была у Австралии. Причем, скорее всего, это не компьютер сделал, а скорее всего, это из флотоводца. Так, тут повысим магнуса. Давайте глянем. Значит, у нас сейчас в Адуатуке 127 производства. А когда сделаем кооперацию... По-моему, сейчас оно не посчитается. Хотя, если я, по-моему, 141. Ну, что-то не так много прям плюсов, но... Тем не менее. Так, Христос Искупитель. Наверное, не нужен нам. Военный инженер. Еще что-нибудь. Я бы, наверное, железную дорогу поделал. На самом деле. Так что давайте военного инженера откроем. Откроем, построим. И вот тут, наверное, эти дороги неправы. Хотя тут уже... Тут уже есть в Наведуне. Вот из Дивадура надо бы еще дорогу проводить. Ну, я, наверное, так железную дорогу проведу. Или сразу тут проводить, чтобы... Наверное, тут надо будет сразу. Ладно, сейчас еще подумаем. Так, держим. Пушечки здесь. Все тут просто стоит у нас, защищает. Ой, что рабочим вообще обработать? Все уже сделано. Надо поехали какой-нибудь сюда. А, ну, кстати, на Дивадур можно перебросить. Мы сейчас будем эти аквакультуру ставить. Подожди, что я сюда отправил. Все, походу... Блин, латника отправил вместо рабочего, как всегда. Этого краба можно собрать просто, потому что четвертый радиус. Так, латника вернем. Ну, пока, честно говоря, у нас один заряд есть. Я не знаю, вот из тех чудес, которые у нас есть. Статуя Свободы, нафиг надо. Большой театр можно. Бродвей. Нет, даже Бродвей круче всего 20% культуры. Христос Искупитель. Нафиг надо. Туризма у нас тут нету. И собор Василия Блаженного. Ну, конечно, в этом городе тут тундру можем дотянуться. Но как-то сюда ставить чудо, наверное, не стоит. И все, получаю, получаю очки. Так, монумент и амбар я просто куплю здесь. И я бы, наверное, сразу начал гавань. Но опять, видите... Ладно, давайте я еще и строителя здесь куплю. Гавань, наверное, сюда надо. Тут плюс два нигде не получится. А, вот тут плюс два, кстати. Получится все-таки. Я бы, наверное, рабочим сразу пошел шелк обрабатывать. Так, потихоньку возвращаемся домой, пожалуй. Четыре хода. Ну, не стоит театральную гравить, потому что тогда капер станет виден. И точно из конбера он убивается. Кстати, судя по клеткам, тут лян находится. Блин, там требушет. Осадные юниты очень больно по кораблям бьют. Так что, опять же, не полезем туда. Пропущу, пропущу, чтобы не открывать никого. Так, тут я хотел вот это разграбить. Интересно, разграбление форта что дает. Не, ферму нафиг надо. Давайте. По дререму. Проатакуем тут, стоим, ждем. Ну, я тебя сюда его поставлю, чтобы отметить, где у нас будет гавань. О, руинка. С 10 селитры дали, кайф. Кстати, можем что-нибудь из селитры. Так, ну, я бы апнул. А, 30 для этого надо. Фак. Получается, и требушет я не... 20 надо будет, да? Ну, я могу, конечно, карточку поставить. Где тут? Стоимость золота и ресурсов на все улучшения юнитов. Скидка. Может, попробовать апнуть требушеты и попробовать все-таки город атаковать? Блин, ну там казаки. Фак. Они сейчас больно же бьются. Наверное, тут уже не стоит выделываться, дождаться нефти. Так, тут что-то я хотел. Меньше усталости от войны. Колониальные, притой торговая конфедерация. Ваши торговые пути к союзнику или вассальному городу-государству. А давайте поставим. Меня же бегают к вассальному городу-государству. Кумаси. Куча каравеллу. Красиво. Ну и не должны мне эту каравеллу убивать. Непонятно, какое чудо я еще хочу. И тут в будущем даже еще и не предвидится никаких чудес. Биг Бен хотя. Хотя Биг Бен. Или Биг Бен, по-моему, кто-то уже построил. Вроде и Орк Сакхас я видел, что кто-то... Ну, в любом случае, мне некуда пока этого инженера использовать. Ну, точно ничего не хочу. Так, я бы еще, наверное, броненосец... Нет, давайте морской порт пока. В отличие от наземных юнитов, кораблей я покупать за веру не могу. Это способность только Индонезии. Опять, а написано, что 20 стратегических ресурсов. То есть надпись... Ну, видите, немец осудил меня уже на следующий ход. Надпись для стандартной скорости, а собрали мы как на быстрой. Вообще, наверное, надо уже следить за Австралией. Не вышла ли она... Космопорт. Так, 48, 46, 42. Где тут у нас... Нету ракетостроения, нету ракетостроения. Экономику продвинули. Войнную академию, кстати, можно построить. Я, собственно, думаю, что надо в Адуат, окей. Ну, это единственное, где у меня военный лагерь есть. Так, а здесь... Давайте экономику откроем. Можно будет корпорации строить. Ну, и когда пригород... Еще три хода. Очень желательно их всех вместе держать. Потому что они друг другу бонус дают по плюс два. Так, тут ждем прибытия Лян. А где тут этот... Вот он. Ну, пускай про атаку... Кстати, можно квадрилемы сейчас будет во фрегат апнуть. Вот на что мы селитру потратим. Тут я бы сюда подвел капер. Он пока не видит, но добить... Наверное, получится. Он ко мне интересно плывет. Так, значит, я решил дорогу вот здесь прокладывать. Блин, или рыбы сначала. Или вообще шахту тут сначала сделать. А то производства вообще нету. Убиваем. Береговой рейд. Береговой рейд. А, интересно, а можно каперами грабить караваны? Если они наповедут, то я не дотягиваюсь. Так. Петралочку. Тут все, фермы. Ладно, вернусь сюда. Видите, один захвачен инком, но я с ним не могу общаться. Это постоянная война. Ну, еще. Да, слушайте, каперы... Было очень правильной идеей построить. Если как вы там играете, построили ли вы каперы? Потому что я именно с грабежей столько получаю. Всего. Есть пригород. Раз, два, три, четыре. Так, нету смысла тут фабрику строить. А вообще есть смысл. Сюда никакая фабрика не действует. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, вообще отсюда должна. Надо в Навиду не будет фабрику строить. Я бы даже ее купил. Ну, нету смысла здесь, потому что, во-первых, соседство всего плюс два. То есть, угольную мы не будем строить. А фабрики влияют на шесть клеток от других городов. То есть, из Навиду, но если я построю фабрику, то будет фабрика влиять на Дивадур. А также еще имеет смысл, когда вы Магнуса прокачали на кооперацию, что все бонусы от промышленных зон складывают. Просто, опять же, кто не в курсе, фабрики влияют на шесть клеток, но не складываются. Раньше когда-то, да, патчи, это все складывалось. А сейчас, если в шести клетках есть фабрика, то в этом городе уже нету смысла, оно не складывается. Но единственное отличие – это Магнус, прокачанный вот на кооперацию. И он позволяет складывать все фабрики вокруг. Получается, что в Навиду не имеет смысл в Апиде построить. Он будет на Дуатоку влиять. А в Дивадуре нет, ну и, соответственно, эта фабрика на Дивадур влияет. Еще раз, раз, два, три, четыре, да, на шесть клеток. До центра. Поэтому, я думаю, здесь нету смысла вообще фабрику строить. Сразу морской порт будем. А вот в Навиду не надо фабрику. В общем, я бы ее даже купил просто. Угольную мы не будем, опять же, строить. Хотя, слушайте, мне, наверное, придется и угольную, потому что в Дивадуре тогда не будет электричества. Да, наверное, придется и угольную построить. Ну, если мы, у нас будет много нефти, и мы выйдем во рту и пехоту, то русского мы точно на арте заберем. Неизвестная ГГшка побеждена. Биржа. Биржа. Так, тут пока, значит... А давайте станд... Блин, так, а смысл мне стандартизацию без нефти? А с другой стороны... Тут и эти улучшаются, и нам бы в химию побыстрее. Ладно, поехали пока так. Ой, как слабенько. А это может означать, что минус капер, на самом деле. Тут бы я постоял, не нападал. Слушайте, нам бы еще, наверное, в этих... Тут отниму фрегат. Блин, а с другой стороны я сейчас использую селитру. Еще очков. Нет, давайте тогда мы подождем в следующей эпохе. И тогда уже селитру используем. Есть военная академия. Ну, я бы биржу еще построил. У нас постоянно тут... И, по-моему, там две биржи тоже на что-то... Что-то ускоряют. Или нет. Там у нас с затоплением. 18 ходов. Блин, может, все-таки компьютеры. 5 ходов. У меня довольно много тут что затопится. Богакум. А, слушайте, они так уж и... Подождите. И Наведун, вот, третья волна. Вот это Кумаси. Так, в Богакуме центр города он не затопляет. Там, по-моему, в центре города будут поломаны просто здания. Потому что это пофигу. Здесь вообще ничего не топится. Сейчас зашибись. В Дивадоре ничего не топится. В Наведуне вот... Самый последний. Это самый в последнюю очередь будет затоплено. И то прям не самая крутая клетка. А в новых городах, конечно, наверное... Вот, одно кофе затопится. Ну и пофиг, да? И здесь вот третья. Ну, я думаю, что гавань мы к этому моменту построим. Вот, правда, шелк. Но я в Лизье точно не успею ничего построить. Прямо 100%. Так что можно шелк даже не обрабатывать. Видимо, мы тогда забиваем на компьютеры. Мы просто не можем туда выйти. Нету смысла туда выходить, скажем так. Идем в стандартизацию. Так, в Самарабриве. Опид сначала, а потом электростанцию. Блин, на плюс 5. Вот, видите, не влияет гидроэлектростанция. Блин, а как это я... А, тут не было еще угля, когда я смотрел эти клетки. Но все равно я тут поставлю, а не на плюс 5. Что этими рабочими делать? Ладно, отправлю в эти города. Помогать с аквакультурами. О! Равинов. Осуждаем. Минус иудаизм. Не, ну а что они тут? Я как раз этот новый Саус Парк посмотрел, где Картман раввином стал. Так, ну давайте посмотрим, что дает разграбление форта. Ничего вообще. Ну вообще логично, с другой стороны. Очень странно. Просто снижает защиту, да? Ну, то есть нету форта, нету там защиты. Хотя зачем Мали вообще ставил форты? Другой вопрос. Так, продолжаем исследовательские гранты. 254, 234. Ну, Австралия вообще, конечно, шикарно выглядит. Австралия вместе с Грецией. Неужели они в подводные лодки вот эти вышли? Ну, выглядит так. Поехали железную дорогу строить. Вот я и точно дострою уже к началу следующей эпохи. Минус все-таки Каппер и здесь. Нет. Кумаси опять перекупили. Минус 8, потому что все караваны в Кумасе перестали бегать. Ну, вот Кумаси точно надо держать. А Гонконг мне жалко постоянно. Стоим в городе. В Кумаси отправляем. Блин, он еще... А, да, он все-таки убил этим... Ну, вот, чем плохо Капперами атаковать, потому что тогда они просто видны. Нафиг надо. А тут как-то повезло. Не убило. Давайте сваливать. Тут грабить нечего. Ну, ладно, поплыли дальше. А, подожди, я-то я могу встретить кого-то. Нет, тогда не поплыли. Просто ход пропустим. Так, есть железная дорога. Какой он следующим ходом? Новая эпоха. Так, в Кумаси. Ждем Лянет, следующий ход. Ждем Лянет, следующий ход. В Кумаси. В Кумаси. В Кумаси. В Кумаси. Наука. Так, еще тут у нас индуисты какие-то. Что это такое? Давайте. Или береговую религию. Нет, давайте осудим. Чтоб у меня еще синтоизм убирался. Видите, а то он... У меня плюс 20. Моя религия больше. Блядь, не знаю, почему-то в минус нарисовано. Непонятненько. Так, сюда будем грабить. Ну, сколько тут вкусного всего у Вавилона на побережье. Так, значит, как я и сказал, нету смысла. Я думаю, и рис нету смысла обрабатывать. Тоже затопит. Мы, наверное, вот сюда пойдем еще одну шахту. Так, там всех поубивали. Но у нас еще вот здесь куча кораблей явно. Я бы еще туда сплавал. С другой стороны, может все-таки инка пограбить. Че, мы зря каперы наделали. Есть биржа. Четыре хода до возможности театралку поставить. Инженера больше нам пока не надо военного. Так, у Масси мы обратно выкупили. Тут есть театралка, амфитеатр. Поехали. Так, строитель у нас дальше сюда едет. Так, ну что? А, дайте я еще посмотреть с бразильцем. Как у нас, когда... Можно... Ну, очень не факт, что он, конечно, мир примет. Ну, мы вышли в высший золотой век. Новое время. Единственное, вот немец, с кем можно общаться. Так, тут сменяем курсы. Ой, блин, придется... Черт, вот сейчас соседство АПИДов ушло, видите? И надо ставить, получается, пятилетний план. Хотя плюс 23. Но! Что это, что это... Священное местопроизводство дает? Да, мне, конечно, уже надо в коммунизм выходить. Мне уже надо в коммунизм выходить. Не, ну, угля пока дофига, так что это нету смысла. При поражении меньше теряют. Тоже так себе скидка. Но улучшение, пока мы нефть не открыли, некуда нам апаться. Ну, плюс 4 мощи. Или плюс 100 до промышленной... Может, плюс 100% и еще этих построить. Броненосцев. Вот так давайте. Теперь давайте решать с пятилетним планом. Я боюсь, что если я уберу либерализм, это мне меньше добавить. Ну, давайте попробуем, ладно. Потому что он же на все влияет. Счастье влияет на все. Это где-то минус 5... Если где-то штраф к счастью, это минус 5% к той же науке. И не факт, что вот это плюс 23 компенсирует. Нет, все-таки 215 стало. Господи, сука, у меня веры. Если, может, какой-нибудь... Ну, конечно, я могу юниты покупать, но мне пока нечего покупать. Так, предстоительство и чудо. Но, опять же, мне не надо. У меня даже стоит еще человек для чуда. Присоединяет город к вашей империи. Да, все-таки можно покупать. Видите, я спорил, что если не накапливаются очки великого человека, что покупать нельзя. Все-таки можно покупать. Не накапливаются сейчас очки торговца. Три случайные озарения. Ну, это... Ладно, я бы, наверное, купил и присоединил к себе Гонконг в итоге. В Кумасе я бы караваны отправлял, то есть я бы туда... Все равно никакие сейчас проекты не читаю. А сколько, блин, я туда послов уже потратил. Так что давайте, торговцы, этого покупаем. Кто там следующий? Ну, это не надо. И в Гонконг попробую отправить, присоединить к себе. Так, в Золотом веке только я и Австралия. Правда, я еще три Цивы не встретил. Дайте я посмотрю. С Бразилии еще не могу. Да, один ход. Ну, реформа денежного обращения. Присо золото закажется в зарубежном городе. Кстати, я хотел посмотреть... Блин, такой мне надо город на побережье какой-то открыть. До три района не будет каравана, потому что не... Не видно пути. Вот тут должна быть открыта территория, поэтому не посмотрим. Ладно, что-то еще есть. Плюс здесь соседство кампуса дает еще и науку. Так, к оружию. Особый повод для войны. Ну, тут 15% при производстве военных юнитов. Хотя, с другой стороны, я покупаю их за веру. Ну, тут либо реформа денежного обращения, либо пульс паровой машины. Плюс 10% при производстве чудес. Это нафиг надо. Опять же, повторюсь, заказы в зарубежном городе. То есть, я посылаю только в Кумасе, а тут максимум театралка и гавань. То есть, это будет по плюс 6. Он больше не будет никаких районов строить. Ну, по плюс 6. Раз, два, три, четыре, пять. За шесть караванов. То есть, плюс 36 денег в ход. Все-таки мне как-то больше производство нравится. Смотрите, у меня довольно неплохие кампуса. 4, 4. Тем более, что соседство кампуса, ну, вообще-то 8. То есть, это будет 8 производства, 8 производства, 10 производства. Наверное, все-таки пульс паровой машины. Берем. 8 производства, 8, 10. Ну, и теперь этот коммунизм. Блин, один ход, кстати, до коммунизма. Открываем стандартизацию, канализацию открыли. И после этого уже химия. До химии пять ходов. А в Австралии уже лабы строятся, кстати. Смотрите. Ну, здесь не строится, но здесь точно строится. Видите? 268, 280. Я только догоню по науке вход. А так-то я отстаю. Ракетостроение открыто уже австралийцам. Ну, выглядит так, что Австралия улетает. И я бы, наверное, даже планировал чисто сразу в ядерки идти. Хорошо, она тут близко. Следующий у нас Вьетнам, вроде. Вьетнам не в ракетостроении. Австралиец может. Ну, ладно, я думаю, что это уже в следующей серии. Как раз вышли в новую эпоху. В следующей серии рассказывайте, как у вас проходят события. Что у вас вот к 111-му ходу вообще в игре делается. Ну, если вы проходите, конечно. Ну, и продолжение спонсоры канала могут уже прямо сейчас посмотреть. А для всех остальных оно появится завтра. Спасибо, что смотрите. Играйте в умные игры. И всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры. И всем пока. Играйте в умные игры.